Ну, с ним у меня тоже была ситуация, когда я действовал импульсивно. Черышеву, например, это удалось. Ну, скажем, меня немножко спровоцировали. На это могло повлиять только одно – Юрий Андреевич Морозов. Всем привет! У нас снова не один дома. В гостях российский Паоло Мальдини. Только разница заключается в том, что это не полевой игрок, а вратарь. Вячеслав Малафеев 25 лет провел в «Зените». И лишь две недели назад формально перестал в нем учислиться. Когда-то на сборах в Испании в 2005 году я искал срочную возможность подключить еще такой огромный наубув к интернету. И что-то там не получалось. Я подошел к администратору «Зенита», сказал, нет ли у них возможности что-то с этим сделать. Он сказал сразу – иди к Малафееву. Малафеев меня в свой тихий час, по сути дела, принял в номере. Долго копался, там, полчаса в ноутбуке и что-то пытался сделать. И в итоге, по-моему, помог. И вот я узнаю, оказывается, что проблема у него была в молодости следующая. Слушайте интервью. Меня поразила информация от одного из коллег, что якобы твой тренер Савин когда-то говорил про то, что в школе у тебя были не самые хорошие оценки. Я просто знаю тебя с 16 лет и наблюдаю за тобой в самолете. Но все-таки был такой «Зенит» брутальный тогда, в котором ты начинал играть. Там разные были персонажи из разных регионов России. Но ты казался таким настоящим петербургским цветочком. Это правда. На самом деле, это действительно очень необычная история. Хотя, в целом, ей есть объяснение. Действительно, в школе, наверное, до третьего класса я был отличником. Средняя школа у меня была такая очень сложная. Особенно восьмой-девятый класс. И впоследствии мне пришлось даже еще раз сменить школу из-за неуспеваемости. Да, в тот момент были и юношеские сборные, и лень здесь была. Я-то думал, что я буду всегда футболистом, только футболистом, и учиться мне не надо. Но родители настаивали, и мне все равно пришлось, как говорится, закончить школу. Поступить в Лесговто, а дальше и в Ранхис. Теперь у меня два высших образования. А как совмещать бизнес, работу в футболе и еще воспитание детей? Я тоже так не умею, признаюсь. И, конечно, приходилось чем-то жертвовать. В первую очередь, из тех трех моментов, когда я пришел обратно в «Зенит» в должность заместителя спортивного директора, то пришлось пожертвовать бизнесами. Я передал их в управление Екатерине, своей супруге, и она полностью занималась всеми процессами. Я лишь просто контролировал такие какие-то отчеты, смотрел, и какие-то общие советы. Рабочий день в «Зените» не нормированный, и, по большому счету, на вся работа может начаться только к вечеру. Звонки агентов, футболистов, руководства, планы на следующий день. И действительно здесь очень сложно найти баланс. Поэтому, в любом случае, это будет всегда компромисс. Когда у тебя много направлений деятельности, здесь нужно сделать правильный выбор. После ухода из клуба, 31 мая, был последний твой рабочий день в «Зените», ты дал сразу несколько интервью. Мы даже сделали паузу и решили наше делать чуть попозже. Это тебе заговорила какая-то недосказанность, эмоции? Здесь и все. Есть и эмоциональная составляющая, есть и то, что я до этого не мог, в принципе, что-то говорить или вообще говорить. У меня в какой-то период времени было, что даже нужно все-все согласовывать с пресс-службой «Зенита». И здесь как бы навалилось. И, по большому счету, звонки журналистов, они в апреле начались, и все пытались задать вопросы, взять интервью. Я всех их переносил на июнь. Но так получилось, что вроде всем пообещал, накопилось. И уже потом, как говорится, не съехать с этой историей. Ну, решил всех уважить, хотя, конечно, говорить одно и то же на протяжении двух-трех дней было достаточно сложно, и просто голова взорвалась. И при этом еще нужно было разговаривать с Уткиным? Как у тебя эмоции от общения? Ну, а как общения? Да нет, ну что, Василия, в принципе, заочно я нормально знаю. Мы так как-то и общались до этого. Я не чувствовал какого-то дискомфорта или каких-то провокаций. Медийность. Медийность сейчас зачитывает. Медийность нужна для того, чтобы продвигать свои дела, бизнесы, все что угодно. На самом деле, социальный мир, и вообще все сейчас уходит в интернет. Даже медийность там телевизионная уступает некоторым блогерам, которых многомиллионные подписчики. Тебе не нужно проситься идти на телевизор, чтобы высказать свое мнение. Ты можешь это сказать у себя на социальной странице, и дальше это будет транслироваться. Мне кажется, в этой части развития или глобализации вообще в мире еще есть, скажем, перспективы. И сейчас это действительно тенденция. В частности, на странице в Фейсбуке ты более в деловом, естественно, стиле пишешь, потому что это такая специфика именно этой сети. Очень много постов о бизнесе, очень много постов о таких рекомендационного плана, я бы даже сказал, научно-популярных для людей, которые так или иначе связаны с вопросом недвижимости. Это, опять же, необходимость какой-то обратной связи, потому что можно же писать комментарии, да, и ты отвечаешь людям. И сам ли ты пишешь эти посты? Безусловно, я пишу сам, я имею в виду фабулу, да, и основу, или иногда целые посты сам пишу. Но, естественно, так как тексты большие, и ты, ну, как бы сидеть и разбирать там ошибки или правильно составленное предложение, у меня как бы особо времени нету. Поэтому я могу это наговаривать, я могу это писать в заметках, я могу месяц писать один пост, менять что-то, могу написать его быстро, там, если есть какое-то информационное поле, либо это запланированные посты, в принципе, для того, чтобы поддержать, как говорится, социальные сети, для того, чтобы люди могли читать полезную информацию, потому что, в первую очередь, ну, нет смысла постоянно себя пиарить и рассказывать там о чем-то. То есть, достаточно просто говорить то, что ты думаешь и то, что ты знаешь. И тем, кому ты интересен, они будут оставаться, будут тебя читать и будут следить за тобой. Ну, вот пришел этот самый карантинный период когда, да, у тебя возникло ощущение, что тебя заперли в клетку и обезручили, обезножили? Понятно, что, ну, есть две составляющие, да, там, мое мнение касательно, как это все происходило у меня в бизнесах, да, есть вторая составляющая, то, что мне удалось побыть много времени с семьей, это мне удалось много что-то переосмыслить, подумать в спокойной обстановке, потому что мы жили за городом, и, естественно, эти условия намного лучше, чем в городе. Можно было спокойно заниматься спортом, практически ежедневно бегать, у меня есть спортивная площадка, тренировать сына. То, что до этого не удавалось регулярно делать, в принципе, ну, мне не было скучно, потому что у меня было время действительно подумать, что я буду делать дальше после завершения карьеры менеджера в футбольном клубе «Зенит». много-много моментов, и действительно провел их с пользой, выстроил планы. Это для меня был длинный отпуск, да, в котором удалось, наверное, сделать все, и то, что они когда руки не доходили разобрать всю дачу, каждый дом, выбросить столько всего ненужного, все, что свозилось годами туда, почитать книги, смотрели много мультфильмов с детьми. То есть в этом плане, наверное, здесь я даже выиграл, потому что несколько командировок или поездок отдыхать у меня накрылись, и тем самым я сэкономил те же деньги, по большому счету, которые чисто теоретически потерял в бизнесах за время этого простоя. Поэтому здесь как-то удалось найти вот этот баланс. А с точки зрения бизнеса, понятно, что были определенные проблемы, но мы с ними справились, мы меняли все, адаптировались и продолжали двигаться. Апрель, по большому счету, был самым сложным месяцем, но в целом мы его прошли, и уже в мае все было хорошо. Сейчас мы ожидаем хорошую динамику, поэтому я собираюсь только увеличивать обороты. У меня даже мысли нету, что-то там наверстывать, а у меня задача только двигаться вперед. Какие поездки накрылись из самых интересных, и какие поскорее захочешь вернуть, как только это будет возможно? Накрылась поездка на 7 апреля с супругой в Италию, накрылась поездка в Испанию, мы хотели поехать с детьми. Старшего сына отвезти в Академию при Вильяреал, чтобы он потренировался еще раз. Мы постоянно туда ездим, потренировался с тренером по вратарям, целый курс подготовки. Турция тоже с детьми в начале месяца. Накрылись поездки на чемпионат Европы. Хорошо. А, кстати, насчет сына, который занимается, которого ты хотел показать в Вильяреале. Ты родитель амбициозный прямо с точки зрения спортивных результатов? Или ты просто наблюдаешь, что будет получаться? Или это вот, потому что бывают родители, которые говорят, вот ты либо чемпион, либо ты никто? Нет, я реалист, и моя задача как родителям просто передать все самое лучшее, что я знаю. И тем более, если он выбрал тот курс, которому посвятил я всю свою жизнь, то он, как раз, мне и карты в руки. И я буду давать ему возможность, я буду передавать опыт, я буду его тренировать, я буду давать ему открывать перспективы. А вот как он ими воспользуется, сможет ли он реализоваться, скажем так, повернется ли к нему судьба лицом. Потому что очень-очень много этих нюансов. Все будет зависеть только от него. Когда мы делали интервью в твоем кабинете еще спортивного директора на профессора Попова в офисе футбольного клуба «Зенит», мы много говорили о воспитанниках академии, селекции, с которой, кстати, тогда, насколько я помню, не приветствовались иногородние игроки. Мы это, по-моему, обсуждали. Что-то изменилось? Но у нас уже достаточно большое время работает интернат. То есть интернат – это куда мы можем приглашать ребят из других городов, для того, чтобы их просматривать. И у них есть возможность там проживать, и заниматься, и учиться. Поэтому в этом плане сейчас это все еще улучшилось. И, скажем, появилось больше мест для этого. Если раньше их было меньше, сейчас их более чем достаточно. В этом направлении можно двигаться и развиваться. Но, безусловно, упор с точки зрения петербуржцев или Ленинградской области – то, что недалеко от нас. В этом есть логика, потому что отрывать ребенка от родителей из другого города – это достаточно сложно. Это проблема адаптации, это проблема коммуникации, это психологические моменты. Ну и вообще это достаточно сложно. Но и это логично, потому что в других регионах, хотя, конечно, не везде, но в Москве, в Краснодаре, в Подмосковье есть все-таки академия, школа, где также есть интернат. Мы напоминали тогда в разговоре фамилии Скроботова, Копленко, Плетнева, Гайло, Коккоева, Мусаева. Мусаев потом поиграл даже немного. Что с ними дальше будет, как ты считаешь? Многие ребята уже нет в команде. Они либо отданы в аренду, либо были проданы с возможностью обратно их вернуть. Мы только с такими условиями отдаем своих ребят. То есть причины, по которым мы это делаем, могут быть разные. Это возраст уже, тот, который не позволяет находиться. То есть он занимает… Да, он сильнее, чем другой парнишка, который моложе на 2-3 года, но он его перекрывает. И, соответственно, лучше отдать его дальше в другой клуб. Развиваться более первую лигу. Или где он будет точно получать игровую практику. Опять же, с возможностью вернуть обратно. Мне кажется, что это достаточно правильно. То те, кто остаются, мы также на них рассчитываем и двигаем. В случае с Мусаевым, соответственно, основная задача – довести его до первой команды. Но что, в принципе, было и сделано. Хотя, по моему убеждению, нужно было, конечно… Ну, там есть ряд обстоятельств и причины, и не только это от клуба, зависит от нашего, да. Не получилось ему уехать в аренду в клуб РП. Но, по большому счету, ему нужно идти дальше играть, чтобы набирать, скажем, мясо и мощи. И чтобы он, когда вернется сюда, здесь смог конкурировать с игроками, с нашими игроками. Которые, ну, в принципе, игроки сборной национальной. Что касательно ребят, с которыми мы не определились по разным причинам. Это может быть там… Вроде возраст уже подходит, но, скажем, этот игрок нужен. Все равно их поджимают ребята помладше, из академии, из молодежки. И тут нужно, опять же, смотреть. Если этот игрок прямо очень перспективен, то, конечно, клуб им занимается. И такие варианты, как за границей, ближайшие зарубежья, тоже рассматриваются. То есть, есть хорошие примеры. Рудаков, Васютин. И, конечно, наша вратарская школа в этом плане очень востребована, скажем, в этих регионах. И поэтому Гойла, конечно, думаю, что в ближайшее время хорошо бы получить именно такую практику. Или поиграть на таком уровне. Ходит и ходили уже тогда разговоры о том, что Малафеев не большой поклонник футбольных агентов. Вот сейчас можешь сказать, кто по-настоящему помогает игрокам, а кто просто продает? Если агент приводит хорошего игрока, приводит его в академию, молодежку, в «Зенит-2», хороший игрок, это я имею в виду, что с перспективой первой команды, то, безусловно, такие агенты, мы с ними работаем, мы с ними сотрудничаем и так далее. Почему? Потому что, в принципе, вся «Зенитская вертикаль» – это возможность развивать этих футболистов. То есть, по сути, это не он нам делает одолжение, да, а мы ему даем возможность капитализировать своего игрока и довести его до того уровня, что о нем узнают больше. И это я тоже, как бы, объясняю. С точки зрения материального вознаграждения агентам, я вообще не сторонник до определенного момента. То есть, до того, пока игрок не попадет в первую команду и не сыграет там или хотя бы в заявке не пробудет определенное количество матчей, я не вижу смысла вознаграждать этого агента, потому что, по сути, мы больше делаем для, скажем так, него и для игрока, чем в целом. Но когда этот игрок достигает уровня первой команды, он, соответственно, это может быть прописано в контрактах материального вознаграждения этого человека. И мы это практикуем. Поэтому ранее это было немного по-другому, была другая концепция, другой взгляд. Хорошая она была, плохая, я не знаю, кто-то… Это каждого, ну, как бы видение, да, мое вот именно такое. Я продвигал именно такое направление. И, конечно же, многие меня, наверное, недолюбливают из-за этого, потому что все, что новое и не так хорошо, как было раньше, оно воспринимается тяжело. Но ничего, я смог убедить большинство. Те, кто не смог работать в таких условиях, они отпали. Те, кто остались, они с удовольствием приняли мою позицию. И мы, как говорится, вместе с спортивным департаментом развиваем этих игроков. Потому что, в нашем понимании, можно с агентами делать общее дело, когда это идет во благо, говорится, «Зенита», и для того, чтобы эти игроки дошли до первой команды. Ну и опять же, если в таких ситуациях не удается каким-то образом, ну, скажем, уперлись в преграду, не хватает игрового времени и так далее, то, конечно, через агентов проще найти игроку, команду устроить. Хотя тех ребят, у которых нет агентов, мы самостоятельно это делаем напрямую с клубами, и у нас нет проблем организовать переход в аренду или продать с обратным выкупом абсолютно любого игрока. Ты сам об этом говорил, что футбольный клуб «Зенит» все-таки достаточно большая машина, большое количество винтиков, не всегда все синхронно крутятся, что может вызывать некие проблемы в общей работе. Был такой персонаж Ареста Чинквини при Роберто Манчини, он же был при Фабио Капелло сборной. На твой взгляд, он помогал тренерам, с которыми он работал? Ну, Чинквини – это очень опытный человек, который, ну, скажем, я у него тоже чему-то поучился, да, с точки зрения вот этой деятельности, да, в роли, скажем так, человека, который занимается спортивными вопросами в клубе. И, ну, мне сложно судить, насколько он большой вклад внес, да, он участвовал в действительно переговорах, но, насколько я знаю, решающим словом везде была Сарсань. То есть, по сути, он занимался практически всеми трансферами, даже иностранцами. И Чинквини, как бы, возможно, давал свое мнение, возможно, был, как говорится, человеком, который, ну, выражал еще свою позицию какую-то и так далее. Но, в целом, всеми вопросами занимался Сарсань. Но Марс Сарсань, к сожалению, ушел и Чинквини остался. А дальше как делали с историей? Ну, опять же, мы, если будем разбирать, в частности, каждого приобретенного иностранца, то по нему, ну, понятно, что много могут возникнуть вопросов. И, в целом, кто-то до сих пор приносит пользу клубу, да, кого-то нет, у кого-то продали даже с прибылью. Кто-то действительно оказался, ну, скажем, отчасти балластом, да, ну, отчасти, безусловно, потому что в любом случае, если в совокупности взять и рассматривать, как бы, все приходы, то, ну, понятно, что нужно судить по результату. И здесь, к сожалению, результат не был достигнут в тот момент. Но некоторые игроки, говорю, до сих пор приносят пользу и играют в Дените сейчас. Дзюба отказался ехать в Грецию. Ну, не кажется ли тебе, что подавляющее большинство русских игроков часто, ну, или их представители декларируют свой интерес в отъезде в Европу исключительно для СМИ? И что по-настоящему хотят строить свою карьеру степ-бай-степ именно с прицелом на высокий уровень европейских клубов, это действительно единица, там, процентов 10 от общего потока? Или я ошибаюсь? Если мы будем сейчас отталкиваться от финансовой составляющей, да, и, там, скажем, с таким с прицелом на лимит, то, конечно, российские игроки сейчас более ценные. И, естественно, у них зарплата может быть выше, потому что хороший игрок будет очень котироваться на российском рынке. Если мы возьмем это в прошлом и скажем, да вот же, вот столько примеров, которые уезжали за границей, там, Пугаченко, Аршавин, там, Жирков, там, ранее Карпин, Мостовой, и можем дальше-дальше идти, то в те периоды времени там мог вставать вопрос не только, как говорится, футбольной карьеры, развития или нового вызова, да, но и, как бы, финансовая составляющая. И когда она ранее была в совокупности, чаша весов ложилась больше, плюсов, чем минусов, то, конечно, можно было рискнуть и попробовать. И многие ребята действительно попробовали, и у них неплохо получилось. Вот. Сейчас ситуация немножко другая, и для того, чтобы привлечь российского игрока, ну, либо нужно действительно сделать ему более улучшенное предложение, может, даже завышенное, там, с точки зрения его нынешней стоимости, либо по каким-то другим причинам. Поэтому в этот период времени не так много игроков сейчас играет за границей. Хотя, опять же, многое зависит от менталитета и, в принципе, от того, можешь ли ты быстро адаптироваться. Потому что Черышеву, например, это удалось. И там есть игроки. То есть, в принципе, это возможно, опять же, зависит от твоей менталитеты. И тебе пришел такой футболист, как Коздоев. Не сразу люди в большом количестве поняли, почему он пришел и зачем. Стали понимать в середине прошлогоднего испанского сбора, когда вдруг стало ясно, что Мусаева молодого, скорее всего, следствие состава вытесли. Так и получилось. То есть, у тебя возникло некое в душе чувство сатисфакции, потому что много писали, много чего говорили. И вот сейчас он незаменимый игрок зоны, которая у «Зенита» очень долго была проблемой. Но, с одной стороны, он сейчас перекрывает Мусаева. И если бы его не было, возможно, Мусаеву было бы больше шансов. С другой стороны, на меня в то время вылилось столько помоев относительно прихода Сдоева, что мне уже сейчас, наверное, тяжело будет отмыться. В принципе, и Магомеду будет сложно. Я сложно представляю, что нужно сделать, чтобы обо мне еще кто-то вспомнил. Но, в любом случае, не будем преувеличивать именно, как говорится, мои заслуги, потому что, в любом случае, его хотел тренер. И это работа клуба, мы договаривались. Клубы должны были договориться. Я обсуждал личные условия с игроком. Немножко затянул переговоры. Я скажу честно, скажем, они были более длительные, чем, в принципе, планировались. И даже скажу больше, что была такая ситуация, когда, мягко говоря, немного не понимали, а что делать дальше. Потому что я стоял на своем, сторона Сдоева на своем, но в целом мы все равно договорились. Сейчас ситуация выглядит так, что Далер Кузяев кидает «Зенит». Предложения, похоже, ему не будет. И очень для большого количества специалистов, в том числе и очень уважаемых, это большой сюрприз. Почему «Зенит» оказался не нужен универсальный игрок такой? Ну, честно, я говорю, не знаю. Я могу предположить. Потому что я думаю, что, возможно, это из-за того, что было слишком много травм. Потому что игрок, на которого ты рассчитываешь, если он регулярно травмируется, по каким-то причинам, сложно делать ставку. Может быть, из-за этого. Может быть, в концепции каких-то игровых моментов он не совсем устраивает главного тренера. Но я точно мало сомневаюсь, что не договорились именно по финансам. То есть, наверное, это даже не обсуждалось. Поэтому, в принципе, основные причины я назвал, а какие стали решающими, я думаю, что время покажет. Может быть, кто-то прольет свет на это все. Зенит действительно такая серьезная сила, что позволяет себе высказывать даже в свой адрес Леонида Федуна, который не получает в итоге полуфинал Кубка в Москве. То ли собирался, то ли делал вид, что собирался. Но это объективно. Вот такая роль. Чтобы все остальные на чемпиона оглядывались и говорили, что то не так и это. Вот давай перечислим все, за что хейтят Зенит. Это Вилков, Сутармин, Новосельцев. Вот это все, что в последнее время накопилось. Трансферы в Сочи. Сейчас вот в очередной раз вспомнили последний порт приписки президента РФС Дюкова. А ты хоть в чем-то можешь понять хейтеров Зенита? Хоть чуть-чуть в чем-то разделяешь эту позицию? Нет, если мы говорим о каждой конкретной ситуации, то ее нужно отдельно обсуждать, потому что в ней есть определенный долик того, как можно посмотреть на эту ситуацию, под каким углом. И в принципе, если ты настроен отрицательно, ты всегда найдешь, в принципе, в любой истории ты найдешь, как вывернуть и рассказать что-то хорошее, что-то плохое. Почему ненавидеть Зенит? Ну, так же, как в свое время болельщики Зенита ненавидели Спартак. Потому что Спартак был всегда наверху, и их ненавидели за то, что они скупили и забрали всех лучших игроков и сделали фарм-клуб сборной. То, что они постоянно... Что это мясо, это вечное противостояние Питер-Москва и так далее. То есть, по большому счету, просто сейчас немножко все изменилось, и достижения Зенита за прошедшие 12-13 лет их, ну, более чем достаточно, чтобы начать не любить Зенит. Если можно выразиться. А причина всегда найдется, и всегда найдется либо человек, либо игрок, либо руководство, в которых можно было бы каким-то образом всегда упрекнуть что-то и похейтить. Какие прогнозы на сезон? Зенит останется первым. Что делать дальше, после того, как этот сезон, допустим, закончится успешно? Все-таки есть некий гандикап, да? Но когда альтернативой, например, уходящему Ивановичу станут Кригизы, Казахи, Арну? Понятно, да. Отрыв большой. На самом деле, я так хотел как-то сесть и вообще проанализировать возможные вероятности, посмотреть, кто с кем будет играть и так далее. У Зенита, да, действительно, три матча практически с прямыми конкурентами, а это в сумме девять очков, да? Остальные матчи не проходные, но в целом они намного легче. Но это при том условии, что остальным конкурентам нельзя будет терять очки вообще. Здесь главное не расслабляться. Зенит был похожей историей не раз, когда мы лидировали, и когда все было отлично, и в конце концов мы оказывались на второй или на третьей позиции, а то и ниже. Здесь очень многое будет зависеть от мотивации, о том, как удастся подготовить вот в таких антикризисных или кризисных условиях, да, когда есть ограничения по тренировочному процессу, есть по подготовке, да, по общей какой-то ситуации. Опять же, как игроки вообще во всех клубах это время проводили, да, кто-то, может, на диване лежал, а кто-то постоянно тренировался, то есть ему, навернувшись на футбольное поле, на тренировочное поле, да, намного легче будет все даваться, и он будет не уделять внимание, как набрать там функционал, а больше думать и оттачивать те моменты, которые важны с точки зрения достижения результата. Вторая часть вопроса все-таки по поводу того, я так осторожно спросил, по поводу казахов, армян и киргизов. Сейчас они перестают шутаться легионерами, при этом мы хотим, чтобы у нас прежде остается жесткий лимит. Не кажется ли тебе, что это вот такой вот странный достаточно заменитель, особенно в условиях того, что мы должны, по идее, развивать собственных игроков? Вообще, в принципе, на казахов и на белорусов мы как бы за ними наблюдали, смотрели многих, действительно приезжали даже на, как говорится, на просмотры. И в Беларуси есть такие молодые перспективные футболисты, ну, относительно молодые, там, от 18 до 20 лет. Дальше уже понятно, что если он хороший футболист, маловероятно, что он там в Беларуси, что он тогда там делает. Вот. И, конечно, этот рынок нужно отслеживать, но теперь, когда в нынешних условиях, в условиях лимита и ограниченного рынка, теперь будут туда заглядывать, в принципе, все клубы. И, по большому счету, сейчас, наверное, преимущество будет у тех клубов, которые могут этим 18-20-летним ребятам дать игровую практику, гарантированно. То есть это клубы, как говорится, в средней, в нижней части таблицы, либо в средней части таблицы, где игроков недостаточно, и, в принципе, их основной бизнес – это находить талантливых ребят, их раскручивать, заигрывать и потом перепродавать здесь же, на российском рынке, рынке топ-клубов, да, топ-5, топ-6 команд. И здесь будет очень сложно «Зениту» именно с точки зрения каких-то приобретений интересных. И, конечно, «Зенит» приобретает игроков, за которыми я там следил не один месяц, а два, а по большому счету на протяжении длительного времени, или, образно говоря, где гарантированно можно получить результат, хотя можно немного переплатить. И в этом есть, опять же, логика, потому что развивать футболиста – это риски. Риски, связанные с чем угодно. Травма, длительность его адаптации, невозможность каких-то выполнять определенный функционал в будущем. А готовый футболист, который уже о себе заявил, который вызывался в сборную России, ну, таких немного, и рынок здесь, конечно, очень ограничен. Поэтому основная задача, наверное, в нынешних условиях – это воспитание своих футболистов, и регламент РФС делается таким образом, чтобы мотивировать клубы развивать своих ребят. про матч в Порту, который ты в 2011 году, в декабре, вытащил. Я бы не стал говорить в одиночку, но игра «Зенита» тогда, тактически, она не предполагала никаких других вариантов спасения, кроме как вратарского. И твой ли это был «Звездный час», или все-таки есть еще, что вспомнить по-моему? Ну, на самом деле, это было, наверное, то время было одно из лучших, там, 2011-2012 год, и в этом плане большое спасибо Губерниеву, который смог найти правильные слова, чтобы меня мотивировать. Ну, я, может быть, и шучу, а, может быть, и нет. И, конечно, очень было тяжело играть под таким давлением, и через призму хейтеров, и всего там тролла, и как там, как угодно можно называть. Но для меня это было, вот прямо я выдохнул. я реально выдохнул в тот момент и порадовался именно за то, что тем, кто бы углумился бы надо мной, там, в случае каких-то там ошибок или еще что-то с этим связано, да, я показал, ну, скажем, тот уровень, к которому я всегда стремился. И, конечно же, таких матчей немного было в моей карьере, опять же, может быть, и были на уровне, там, на другом уровне, да, уровне РПЛ, там, и так далее, но в целом я выдохнул просто. Это было мое, так, я так шел, и так я бы не сказал, что это была радость, там, какая-то просто такое приятное ощущение, что я хорошо сделал свою работу. У тебя был еще один момент в карьере, причем в такой достаточно даже более сложный момент, когда ты не то чтобы только начинал, да, только, можно сказать, себя почувствовал, как будто бы первым номером. Недавно это описывал, сокрасно своей хранице и тоже в инстаграме. Когда в 2003 году на первой же тренировке чешский тренерский штаб Держава Боровичка сделал любую, что нужен срочный братарь, и приехал Камил Чентофальский, который в итоге играл меньше, чем ты. Недавно с ним, когда довелось разговаривать до Нового года, он вспоминал, что двое очень классно конкурировали и с большим удовольствием вспоминал тебя и работу, и личное общение, но все равно чувствовалась какая-то вот в нем обида, что он все-таки вот на тренировку чуть ли не всегда его команда побеждала с двух сторон, а играл все равно на Лайфе. Ну, так в этом была логика. Наши русские футболисты просто плохо тренировались, а чешские там Гартик, Мариш, ну, они все убивались, Ширл, даже на тренировках и в играх, а наши выходили только в игре и играли. И когда, конечно, тебя обыгрывают, выглядишь ты, наверное, не так ярко, как Камил. Конечно, это шутка. Это не совсем так. Понятно, что, может быть, там выигрывали, может, проигрывали. И действительно, я сейчас, кстати, как раз написал пост про конкуренцию в «Зените». В целом, там как раз описывается вся история. Березовский, Бородин, Читопальский, Живнов, Ладыгин. И я, в принципе, рассказываю, как это так, вкратце, как это все происходило. Но, конечно, основным моментом явилось то, что появился определенный лимит. В этой ситуации я не скажу, что решение, в пользу меня было принято, исходя только из одного этого. Потому как, если бы я был бы слабее Камила, существенно слабее, я не будем говорить, сильнее был, на равных и так далее. Если бы он был бы существенно слабее, навряд ли бы меня ставили в ворота. Потому что вратарская позиция все-таки очень ответственная. И если брать более объективную ситуацию, Камилу просто в какой-то момент он просто расслабился, а я ждал своего. Я работал, и когда у меня предоставилась возможность, я схватил это, я понял, что теперь это нельзя терять, иначе это достанется кому-то другому. То есть для меня это была действительно очень длинная, хорошая, такая жесткая конкуренция, но таких дружеских и приятельских отношений. Потому что у меня действительно с Камилом очень хорошие, теплые отношения. и даже когда он играл, или я играл, он меня поддерживал, я его поддерживал. Понятно, что мы в голове каждый понимал, что... Но в этом плане, то есть в каждом я понимал, что вот, конечно, он хочет играть, но с другой стороны есть командный результат, с другой стороны есть тренировки, где можно показать, или там будет какая-то травма, и такие происходили моменты, мы подменяли друг друга, или удаление, и так далее. Но мне кажется, что вот этот период был для меня такой самым достаточно сложным и хорошим в плане карьеры, потому что именно эта конкуренция сделала меня тем, кто я есть сейчас. и, конечно же, говорить о том, что там, то, что я там раньше говорил, что у Камилы была больше зарплаты и так далее, зато я играл. Зато меня это мотивировало дальше двигаться, и дальше я, ну, когда начал хорошо играть, все это компенсировалось. Поэтому все, что не делается, все к лучшему. А Ладыгин тоже расслабился? Я думаю, что у него немножко другая ситуация была, но похожая с Камилом, именно с точки зрения чего все получалось, да, но как бы вот эти ошибки, которые становились какими-то ключевыми и решающими, он с ними не справлялся. Да, он делал ошибку, вроде там он переживал очень сильно, потом шел, много тренировался, там и так далее, пять-три матча сыграет и опять. И вот когда у него пошла эта история, когда он не понимал, как ему справиться с этим, у него не участились эти ошибки. То есть пока у него вот это было воодушевление, когда у него была эйфория от того, что он выручает, команда выигрывает, даже если он там пропускает, команда все равно выигрывает. Я знаю это ощущение, оно у меня такое же было, и оно такое полуобманчивое, да, когда ты там можешь там полтора раза за игру мяча коснуться, а команда там выиграла, ты там гол пропустил. Все уже забыли, что ты пропустил команда, 5-1 выиграла, 6-1, и уже не важно про твой гол. И в целом вот эта вся эта история, она показывает, что он просто с этим не справился. И то, что там говорят, там манеры игры, там, что его там не любили из-за того, что он там что-то вызывающее себя ввел, там, был такой, как-то сказать, на публику работал, да. Ну, подождите, но это же просто индивидуальная особенность человека, да, и по большому счету именно к его там вратарской работе это не имеет отношения. И каждый себя демонстрирует по-своему. Просто жалко, что когда он начал совершать ошибки, его начали троллить из-за этого, да. И человек, который играет в «Зените», да, он все время под прицелом камер, журналистов, болельщиков. А ты же все равно хочешь, не хочешь, читаешь, ты это смотришь, и это все накручиваешь и так далее. Ну, у меня такая же была история. Это очень морально тяжело, и с этим нужно там уметь, как говорится, бороться, да, или не обращать внимания. И, наверное, чему я научился за карьеру, еще одному, чего я научился за карьеру футболиста, да, это не обращать внимания, и не нервничать, не переживать, и так далее. И у меня жена там до сих пор, она мне очень эмоциональна, она говорит, почему ты молчишь, почему ты так, так, мне хочется с тобой это обсудить, и так далее, почему ты спокойный, ну, это же вообще что-то, надо же что-то делать, я говорю, спокойный, не надо нервничать, сейчас спокойно сядем, обдумаем, и так далее. То есть, это не только склад характера, это меня заставило, именно с точки зрения подхода к футболу, более спокойно ко всему относиться, меньше переживать, потому что твои переживания, они не изменят ситуацию, но сколько бы я там не переживал три-пять дней, это никак не сделает лучше мой следующий матч, просто ты анализируешь и двигаешься дальше, и настолько, насколько ты можешь с этим справиться, это делает тебя сильнее дальше, то есть, ты не должен повторять ошибки, да, ты должен четко понимать, что нельзя расслабляться, и так далее, и тому подобное, и здесь вот у Юры, наверное, все-таки этого, может быть, не хватило, хотя я ему это тоже все рассказывал, мы встречались несколько раз, ну, не только, когда играли, и я ему это, как бы, объяснял, потому что, ну, если честно, я, многие там могут сказать, что вот он, особенно у меня супруга, она говорит, вот, там он тебя подвинул, и так далее, это, я говорю, не совсем так, это я отодвинулся, это я потерял место, да, и да, он молодец, он красавчик, но он это сделал объективно в тот период времени, да, то есть, он действительно был хорош, и я, естественно, до сих пор за него переживаю, и желаю ему только удачи. Вот умение не реагировать, Шуроков, с которым у тебя, кстати, отношения разные были, да, по разной амплитуде развивались, недавно рассказал о чудаках на букву Мэя, которых встречал он в своей жизни, а у тебя такие были, когда вот, ну, совсем уже хотелось прыгнуть с выродника. Ну, с ним у меня тоже была ситуация, когда я действовал импульсивно, и за что, ну, ну, скажем, я, меня немножко спровоцировали, не буду говорить, кто мы, потом разговаривали, и накрутили, и я поэтому ляпнул лишнее, хотя надо было просто с ним, с Ромой поговорить, и все. И мы потом поговорили, и на самом деле наши отношения стали еще лучше. А с точки зрения, вот, отношения к каким-то людям, ну, безусловно, на протяжении всей моей жизни таких было достаточно большое количество людей, но хорошо, что в совокупности, там, если процентом соотношений с теми, с кем мне, там, общение или встреча достало удовольствие, ну, такое количество людей не так много. Ну, а так, безусловно, такие присутствуют. Я, конечно, не хочу о всех разговаривать. А вот вопрос, связанный с твоей деятельностью уже в бизнесе, ведь многие футболисты через М-16 искали квартиры, и истории было тоже на этот счет не так мало. Теке якобы просил квартиру с видом на мечеть, ходит такая легенда, Домингеса привезли в старый фонд и так далее. А ты сам вспоминаешь какое-нибудь наиболее интересное требование? Моя компания существует в 2013, этого года. А эти ребята были намного раньше. Ну, такие же истории. Ну, не знаю, Халк хотел отдельный дом на Крестовском, чтобы там бассейн был, детская площадка и так далее. Я ему объяснял, что это только правительственные дачи, что ты же их не снимешь. Хотя есть закрытые места и даже такие, есть возможности купить или арендовать такую закрытую территорию на Каменном острове. Но, опять же, их таких очень мало. Про Маркизию я уже говорил до этого. Действительно, я хотел большую квартиру, хорошую. И на Крестовском ничего не нашли, а нашли в центре там Ховард, Паласе. Ну, на самом деле, в основном у всех более приземленные критерии. Это две-три спальни, как можно меньше, чтобы была аренда, чтобы это была Петроградка или Крестовский, ну, чтобы удобно было и до центра, и до базы недалеко. У нас есть вопрос от одного из наших читателей, Михаила Ромашов, поднимать такое хорошее ретро. Вспомнил, что Малафеев не ставил стенку при штрафной дальше 25 метров, я сам действительно сейчас вспомнил. Это особенности обучения, конкретные какие-то наставления тренера, собственная инициатива на основе опыта. Что на это могло повлиять? Можешь вспомнить? На это могло повлиять только одно. Юрий Андреевич Морозов, который говорил о том, что эта стенка только мешает вратарю. И мое, скажем, помнишь, меня еще называли Слава Валидол? Да. Из-за того, что я далеко выбегал все время из ворот и подстраховывал. Это тоже была рекомендация к действию Андреевича Морозова, который прививал современный футбол. И по большому счету в том, о чем он говорил, я это все равно всегда использовал. Только потом научился находить баланс между покиданием штрафной площади и оставаться на линии или ставить стенку или не ставить. Потому что здесь нужно учитывать бьющего, бьет ли он крученым ударом, бьет ли он прямым ударом. И, конечно, когда была даже такая история, не помню, с кем мы играли, у меня ребята шутили, потому что я этого не видел. Как по привычке, штрафной удар у наших ворот, там 25 метров, игроки наши идут в стенку, встают. Встали двое, трое. Я кричу не надо стенку, не надо. Они такие смотрят на меня, ну не надо, не надо, не надо. Они расходятся. Игрок, бьющий команды, судья говорит, типа, стенку, где стенка? А я знал, что он бьет только через стенку ударом таким обводящим. Судья такой говорит, ну они могут и не ставить. Он такой, как не ставить? А он просто понимал, что по-другому ему не ударить. И я не помню, он, по-моему, даже по воротам не ударил, просто откатил мяч кому-то, они просто разыграли его. Ну потому что на самом деле стенка, она дезориентирует в принципе вратаря, отчасти, да, потому что в момент удара, да, ты смотришь за мячом, но стенка может перекрывать мяч, и ты не видишь. И тогда в принципе ты уже реагируешь не от момента удара касания по мячу бьющего, а момент, когда мяч перелетает в голову или там рядом с ногами пролетает у стенки. То есть на 9 метров ты сокращаешь для себя время реакции, соответственно, возможность переместиться или сделать еще шаг. И здесь вот это тоже очень момент такой тонкий, то, что нужно понимать, нужна тебе стенка или нет, как бьет игрок. И если раньше такой информации было мало, начало 2000-х, да, то теперь есть современные технологии, ты можешь в принципе любого игрока изучить не то, куда он бьет 11-метровый, а посмотреть за все там 10 лет, куда он бил, в какой угол, какая манера, смотрит, не смотрит на вратаря и так далее. Поэтому это все все равно со временем, как говорится, помогало, но ошибки были, и там гол Колодина там в Элисте, да, там, он даже мне, по-моему, и за Самару забивал, хотя объел стенку, просто неправильно ее поставил, но по большому счету мне, наверное, чаще помогало то, что я не ставил стенку, чем, скажем, ну, как-то отрицательно действовал на меня. Вот все-таки опять же, я настаиваю на том, что ты никогда не был, может быть, Слава Валидол тебя и называли на поле, но вот к тому, чтобы быть шоуменом, нет, такой склонности у тебя не было. Некоторые ролики в Инстаграме, где ты отбиваешь мяч головой сначала на экране в матче с Динамо, а потом это происходит у тебя в кровати, такого я еще за тобой не припомню. Это вообще сложно вот в эту менять, меняться, такую реинкарнацию проходить, потому что мне до сих пор, например, иногда сложно выглядеть смешнее, чем это нужно. Слушай, ну ты же знаешь меня, я снял три фильма документальных про вратарей, у меня есть творческая жилка, у меня есть креатив, соответственно, опять же, в то время мы снимали эти ролики в изоляции, опять же, себя развлекали как-то, естественно, может быть, они смешные, может быть, я там много самоиронии, или еще что-то, но мне кажется, что это, как говорится, для меня это просто было времяпровождение, и мы просто даже детей заинтересовали, потому что они готовились, мы сделали там по 10-15 дублей, объяснили им, для них это тоже как бы веселье, это как бы семейная такая история, понятно, что мы иногда отдельно снимаем что-то, но в целом это просто как бы такая идея родилась из какого-то флешмоба или какой-то еще тенденции для выкладывания видео. Вот как раз в этой связи вопрос от партнера выпуска нашего БК Бэксити, их интересует, какие новые проекты в своих соцсетях ты бы мог анонсировать, и собираешься ли ты вернуться к обучающему видео, например, или еще каким-нибудь документальным фильмом? Ну, на самом деле, в данный период времени мы обсуждаем еще один документальный фильм, он не будет про вратарей, он будет приурочен чемпионат Европы, но пока я не готов начать его, хотя у нас, в принципе, есть идея, есть понимание, как это сделать, но вот мне предлагают книгу написать о себе, хотя я сказал, что, ну, мне кажется, что это не очень хорошая затея для меня, я не готов тратить столько времени, помню, совместно с Владимиром Павловичем Савиным мы сделали книгу вратарь, но и опять же она была не обо мне, она была о нем, о том, о человеке, который меня вложил очень много мудрого, хорошего, вратарского, да, который был моим учителем, да, по жизни и, в принципе, не только подсказывал именно даже в течение моей карьеры, как, что, где действовать, но и, в принципе, какие-то жизненные ситуации, и пока все, у меня есть чем заниматься, у меня очень много действительно работы, хорошей работы, которая мне нравится, эта компания, мы занимаемся недвижимостью, покупка, продажа, клиенты, реклама, то есть, деятельности, очень много, юридические услуги, у меня туристическая база, горнолыжный клуб Любогория, то есть, ну, если представить и сложить все это, все вместе, ну, как бы, сложно представить, что я ушел в никуда, да, я первый месяц обратно возвращался и вникал все в бизнесы, потому что всем занималась Екатерина, и сейчас я, наоборот, полон сил, желаний, целей, совместно с своей супругой, совместно с своей командой двигаться к новым вершинам и что-то создавать новое. Крюет! Подсекай! Эй! И здесь никого! Где все? Все в Бэт-Сити делают ставки на спорт! Бэт-Сити для тех, кто в игре! Слава, спасибо тебе большое за разговор, я, на самом деле, действительно, ощущаю нечто такое, вроде дежавю, потому что я видел, как ты начинал, и сейчас мне кажется, что ты опять что-то начинаешь, поэтому удачи во всем и не прощаемся. С вами были Вячеслав Малафеев и Иван Житков. Подписывайтесь на нас на Sportrex, становитесь фанатами нашей арены, нажимайте кнопочку Become Fan и тогда всегда будете в курсе наших новых видео.